Здравствуйте, Виктор Валерьевич. Здравствуйте, Елена Георгиевна. Закончился летний оздоровительный период в компании. Вот сколько работников и членов их семьи отдохнули в этом году? Ну, в этом году по направлениям РВЛ прошли оздоровление около 8,5 тысяч сотрудников. Сюда входит и 900 направлений на детское оздоровление, в ДОК-сигнал. Общие затраты на РВЛ заставили около 500 миллионов. Льготы по компенсации расходов на отдых воспользовались около 3 тысяч работников и членов их семьи. Здесь затраты составили около 220 миллионов рублей. То есть Вы уже назвали мне и сумму. А общая какая сумма для значительности? 720 миллионов рублей. Медицинская служба постоянно напоминает работникам об обратной связи. Скажите, пожалуйста, насколько активны работники, даже на этот период и уже из тех же периодов, сколько уже отозвались на Ваши призывы, сколько оставили свои отзывы и, собственно, для чего Вам это? Отзывов на самом деле очень мало. Часто возникает ситуация, когда человек либо с отдыха звонит. Как правило, никто не выражает этой ситуации восторгов. Обычно звонят, когда возникает какая-то проблема. Мы стараемся решить эти вопросы. Но когда человек после отдыха возвращается и, так скажем, у него есть масса каких-то негативных впечатлений, мы просим в этом случае оставить письменный отзыв, чтобы можно было направить в руководство здравительного учреждения, для того, чтобы были предприняты какие-то меры. У нас немало таких примеров, когда такая работа оказывала должный эффект. То есть обратная связь, она нужна Вам? Обратная связь, она просто необходима, да. Ну, и есть еще такой момент, как обязательное анкетирование работников. Оно у нас реализовано в нашей программе медицинской. В общем-то, все, кто пользуется компенсацией расходов на отдыхе РВЛ, знают об этом. Но анкетирование, оно больше такой характер носит. Там просто оценка, бальная оценка санаторно-квартирных учреждений сравнительная. Поэтому информации там, конечно, не так много, как хотелось бы. А отзывы, это несколько другое. Я думала, что это одно и то же анкетирование. Ну, отзыв там, это может быть целое художественное произведение на нескольких страницах. На самом деле их интересно читать, и бывает действительно полезно. С фотографиями бывает. Началась пора страхования на следующий год. Давайте сейчас об этом поговорим. Вот сейчас почти каждый день у нас на интернет-портале появляются, в общем-то, призывы застраховаться по программе высокие медицинские технологии. Ну, теперь люди, в общем-то, знают о ней, об этой программе, мне кажется, уже уговаривать не приходится. Или приходится? Ну, приходится информировать работников о том, что такая программа есть, чтобы не забывали. И где-то его уговариваем. Сколько было застраховано в 2019 году и сколько людей воспользовались этой программой? Кому она понадобилась? В 2019 году было застраховано 8,5 тысяч работников и членов их семей. Собрана сумма порядка 34,5 миллионов. Вообще направили по программе ВМТ 102 человека. Это и работники, и члены семьи, и работники застрахованные по ВМТ. Все это достаточно такие сложные случаи, требующие оказания дорогостоящей, высокотехнологичной медицинской помощи. Максимальная сумма затрат, вот мы смотрели, у нас получалось порядка 700 тысяч рублей. То есть при стоимости полиса до 5 тысяч максимум человек получал медицинских услуг почти на 700 тысяч рублей. Как правило, это онкологические заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы, требующие оперативного лечения. Было у нас несколько случаев эндопротезирования суставов. Все это очень сложно, дорого. И, в общем-то, получить эту помощь по программе ОМС достаточно сложно в ваше время. Какие еще страховые программы будут предложены работникам Газпром Добыча Янбурга? И, собственно, когда начнется возможность страхования? Потому что я поняла, сейчас открыто только страхование по ВМТ, да? Да, страхование по ВМТ у нас открыто на 2020 год до конца текущего 2019 года. Кроме страхования в ВМТ у нас есть программа «Ваше здоровье Новый Оренгой». Она предоставляет возможность застраховать членов семьи работников и получать медицинские услуги в поликлинике номер один в городе Новый Оренгой. Спасибо, что нашли время, пришли в студию ЯТВ. Всего доброго. Спасибо за приглашение. До свидания. Продолжение следует...